В Караганде десятки пайщиков комфортного дома не могут вернуть назад свои деньги, вложенные в строительство. Многоквартирные жилые комплексы, в которые карагандинцы уже давно должны были въехать, до сих пор остаются недостроенными. По словам людей, у большинства из них уже не осталось даже надежды на то, что эти дома когда-нибудь будут сданы. Вернуть деньги не получается даже через суд. Ситуацию разбиралась Вера Шеллер. В однокомнатную квартиру в элитном районе Караганды Тулин Муканов должен был въехать еще два года назад. В квартиру мужчина вложил 6 миллионов тенге. Из 21 этажа в доме построено только 11. Карагандинец жалуется с нынешними ценами на недвижимость. За эти деньги другое жилье уже не купишь. Инфляция все наши деньги скушала. Да и то, никто же не гарантирует возврат этих денег, даже если они будут отдавать. Будет частично. Мы эти деньги даже не прочувствуем, правильно? И в конце концов окажется ни квартира, ни денег, и вообще ничего. В такой же ситуации в Караганде оказались десятки пайщиков Айсулу Успанова, мама троих детей. Для первоначального взноса семья даже продала автомобиль. Живут на съемной квартире. На сегодняшний день я хочу только возврата денег. То есть я не хочу уже ждать, когда достроится, в каком году, через 20 лет, через 10 лет. Потому что каждый день мы приезжаем, смотрим. Как три года назад было, или два года назад, как стройка была, может, чуть-чуть поменялось все. То есть ничего на сегодняшний день не меняется. Строительные компании уверяют в сложное положение. Они попали из-за простоя во время пандемии и резкого роста цен на строительные материалы. Свои квартиры карагандинцы не могут получить в трех жилых комплексах. Жилье ждут больше 500 семей. Финансовые положения компании на сегодняшний день сложные. И были сложными. Мы пытаемся сегодня и производить и возвраты, и производить строительство. Каждый день удерживается сумма и возвращается на счет возврата. До какого времени, я пока еще не знаю. То есть может в течение трех месяцев, может до конца года. Срез только возможен за счет привлечения инвестиций. Если массы денег еще у нас не имеется, которые мы можем, например, завтра закрыть все возвраты и все. По информации руководства компании, в суде сейчас находится порядка 60 заявлений от пайщиков о возврате денег. Общую сумму не называют, как и сроки сдачи домов. Но уверяют, деньги вернут всем, кто написал заявление. Вот только погашать задолженность компания может пока частями. Вера Шевера, Айнур Ракишева, телеканал Атамикен Бизнес.